28 октября 2024 год еще немного для все пропальщиков взяли селидова все пропало завтра снимает гид вы серьезно ребята вы не пробовали посмотреть сколько селидова до донецка который был взят в четырнадцатом году просто старомихайловка которая была там четырнадцатом году захвачена оккупантами и до селидова просто по карте дип стоит удобно там линейка есть там у вас там пользуйтесь как угодно ну пока вы этого не сделали вам так скажу 23 километра от селидова до старомихайловки которая была захвачена четырнадцатом году 23 километра до донецкого аэропорта да мы все наслышаны про донецкий а порт двадцать восемь километров от селидова вы точно уверены что все пропало на третий год войны я объясню почему я вообще этим занимаюсь я не спрашиваю почему россияне там кричат что они там вторая арбе сейчас вышла в этом в американском и года продажном этом издании каком-то интернет что россия это первая армия мира ну ради бога ради бога я даже как господи просто тогда это только поднимает наш рейтинг как украинская армия как вызову понимаете а какая же мы тогда армия если первая армия мира с нами третий год справиться не может 20 километров прошла за три года от донецка до селидова до донецкого аэропорта 28 километров не назвал цифру до до селидова вот такие пироги я понимаю зачем россияне занимаются этим то есть они пытаются так два боксера понимать от пример это все равно что боксеру кричать если вы украинцы вы были эти за украину и вы кричите вооруженным силам там не знаю командующим не командующим кому угодно ты слабак все равно проиграешь тебе уже бров рассекли у тебя уже кровотечение у тебя уже носа пух там я не знаю ты уже хромаешь вы вообще блин ребята за кого я понимаю что россияне это делать они говорят мы вторая армия мира у нас тут целых двенадцать тысяч этих как его северокорейцев мы тут и такие сякие у нас и союзный запад и атомная бомба так ребят вы северной кореи атомная бомба есть то есть их вас есть атомная бомба у вас старые запасы по моему в мире по ядерному вооружению и вы третий год с нами ничего не можете сделать но это россиянам зачем украинцы начинает об этом рассказывают вот этого я искренне не понимаю то есть зачем пытаются деморализовать общество армию там еще кого-то почему вы не смотрите я пытаюсь показать ну там я себе представляю как будто ну вот был бы тренер я в высоту да но я представляю что мне тренер там он кричать должен там ну условно это же бокс идет не за какой-то сраный пояс там чемпионский или там за значки какие-то за медальки это бокс идет за то что отбить свою страну отстоять свою семью настоять свой язык украинскую мову свою понимаете за право блин жить по украински говорить по украински думать по украински за то что твои дети жили в стране не под российским протекторатом или я не знаю там шомполом будем уже прямо говорить да в своем праве жить за это идет борьба на этом ринге и мне как сержанту высоту там я там на этом ринге сражаюсь а мне кто-то типа тренер мой да там где кто-то из наших там из зала начинает кричать что-то ты всю жизнь слабаком бил тебя в школе били и счасты ты посмотри в трое больше тебя это там не не знаю кто там больше усика тайсон фьюри была чем закончилась вы не помните бокс еще тоже хороший пример потому что знаете как то все шло что хорошо хорошо потом бас и выключили сет тайсон фьюри там я не знаю ну тайсон фьюри устоял и в общем-то в этом бою конечно как посмотрел ему просто некуда было на этом ринге падать то же самое сейчас по моему с россией но давайте же наверно посмотрим что его уже штормит этого тайсона фьюри ну да нашим нашем случае конечно это российскую федерацию если у нас уже чем из а в которой мы не знаете кто такой чем из а вот это главный по российскому производству всех вооружений говорит мы идем в стокфляцию мы все обанкротимся стокфляция там там и инфляция набиулина после того как он это сказал через два дня поднимает ставку ключевую на 2 процента 21 процент рекорд не было такого да были раньше какого эти они больше были по процентам not именно ключевая ставка в россии еще больше не было вам не кажется что это не будет говорить о хорошем здоровье россии как понятно она больше понятно и тайсон фьюри больше усика был поймете но кто кого побил и даже ну для не понимаю зачем вы пытаетесь рассказать украинцам о том что у нас там чего-то не хватает смотрите на то что у этого блин там дать у россиян уже там не хватает личного состава они набирают там 45 50 летних сейчас там среднестатистический там какой-то у них у них потери уже просто закат документированы вот это медиазона и bbc поймем на то есть с некрологами показывают 75 тысяч погибших за эти два с половиной года в америке блин погибла за вьетнамскую войну за 10 лет вьетнамской войны 50 тысяч там были бунты это кстати тоже мне это кстати в комментариях пишут а все вернется как было назад я сначала подумал что отношения нет земли так конечно вернуться украинские там пределах международной это вообще без вопросов вопрос только во времени когда это склада это произойдет но отношения уже не будет никогда украинцев такой к россиянам как оно было да у меня как у харьковчанина там до которой 26 километров от границы с россией жил в харькове потому что 73 тысячи погибших никаких протестов я никогда не думал так про россиян никогда ну я в общем это неважно конечно нет не будет такого отношения этой не буду уточнять эту как и начинают разговаривать все время видео удаляют так что ребята не паникуйте только сейчас заходят сейчас подождите выборы еще эти президентские в америке пройдут посмотрим что там будет но пока ребят пока 4 завода rain metal rain metal строят в украине правда уже один начинает выпускать продукцию прям в этом году в двадцать четвертом и потом дальше будут боеприпасы там еще что-то давайте об этом не будем за это миражи заходят следующем году французские помним об этом f16 британия там что-то 200 человек подготавливать на пилотов на техников в 16 50 миллиардов наконец-то дают нам в распоряжение вот это то что не экспроприировали заморозили россиян все будут украины не переймайтесь селидова серьезно